генератор выдает 6,9 ампер потребляет 4,5 то есть чистая прибыль 50 процентов основной параметр его легкость вращения слегка вращает может процентов на 5 на 10 сам себя это происходит за счет построения определенного магнитного поля всем привет друзья с вами канал rafael unreal в общем сегодня друзья на канале запрещенных технологий будем смотреть новый btg генератор это ребята новая технология которая сейчас продается в общем ссылочку на автора его канал обязательно оставлю в описании если есть возможность так арки какое-нибудь производство обязательно напишите в комментарии потому что это может продвинуть btg генераторы по всему миру друзья так что это видео на самом деле очень важное так что если есть возможность ребята обязательно репостите это видео и по возможности раскидывайте там где только это возможно потому что если это будет работать она скорее всего будет работать то это перевернет просто мир энергетики вот так В общем, ладно, хватит распинаться, друзья. На самом деле, почему это достаточно интересная тема, да? Представьте себе катушки, да? Обычные медные катушки, когда генератор крутится, да, вот магниты, например, представьте, вот крутятся магниты, да? А при этом, когда на катушке подсоединена нагрузка, он начинает жестко тормозить, то есть, когда вы делаете нагрузку. Но этот генератор, он не тормозит, друзья. То есть, это очень интересная технология. Если все получится удачно, то я даже поеду туда, сниму для вас специальный вот этот эксперимент, скажем так, как это все дело работает, и сделаем большой, наверное, 50-часовой онлайн-тест. Не знаю, если стрим получится сделать, то сделаю прямо онлайн-стрим. Ладно, а сейчас, ребята, смотрим видео. Этот ролик посвящен генератору, о котором я рассказывал в предыдущих роликах. Я сделал третий генератор. Я все время в роликах говорю про первый, уже работающий. Показываю характеристики и параметры. Кто не видел, напомню. Генератор выдает 6,9 А, потребляет 4,5. То есть, чистая прибыль 50%. Помимо этого, в колесо скутера я тоже встроил генератор. Об этом тоже есть ролик. Когда я встраивал генератор в колесо, то стало понятно, что катушки индуктивности, о которых везде и чудо известно, не совсем, скажем так, продуктивные. У них есть свой КПД, у них есть свои ограничения. И поэтому стало понятно, что нужно изменить катушку. Я ее изменил. Новый генератор уже на новых катушках. Размеры у него одни и те же, что и предыдущий первый. Но продуктивность его гораздо выше. Я вынул отсюда достаточно много магнитов и вставил гораздо больше катушек. Теперь об его особенностях. Основной параметр его – легкость вращения. Мало того, заметьте, он сейчас под нагрузкой. Он еще дополнительно вращает, слегка вращает, ну, может, по центру на 5, на 10, сам себя. Это происходит за счет построения определенного магнитного поля. Внутри него нету никаких утяжелителей. Ну, как принято, что поставить в разнос две баллонки, и создастся некий эффект инерционного движения. Нет, здесь всего этого нету. Самый обычный. Просто вот из такого двигателя внутренности были вынуты и сделано в том же корпусе. Остался только корпус и вот эта шестеренчатая передача. Немного объясню, значит, схематически, в чем его особенность. Есть простая схема. Идут затраты и идут покрытия затрат. Все стандартные генераторы, какие бы они ни были, выходят в ноль либо в минус. Сейчас объясню. Этот генератор по своим характеристикам перекрывает затраты. То есть, он покрывает входящие затраты и выходит в чистую прибыль. Никто не замечает того, что, чтобы взять из генератора электричество, все видят только вот это. А то, что перед этим никто не замечает. Это силу ветра, силу воды, силу бензо, газы, двигатели, которые толкают, создают силу. И все довольствуются тем, что вот, типа, у них прибыль. Но, если смотреть сюда, это чистый убыток. Самый чистый убыток. Часто слышу сверхъединицы, сверхъединицы. Такого не бывает. Ну, все правильно, такого действительно не бывает. Но бывает другое. если я затрачиваю на раскрутку генератора 4 ампера, получая с него 6, я не выхожу ни за рамки, никакой сверхъединицы. Единица данного генератора уже 6 ампер. Сверх не выходит. Но она перекрывает эту единицу 4 ампера. Входящие. просто перекрывает. Теперь посмотрим немножечко на кривую. Ну, модно говорить синусоиды, синусоиды, кривая, ровная, прямая. посмотрим по примеру синусоиды. Затраты убыток покрытие затрат. Затраты убыток покрытие затрат. все. Ограничение. У генератора затраты покрытие затрат прибыль. Следующая линия. Третья уже пошла. То есть на этой линии он сам себя держит, на этой он дает чистую прибыль. Постоянно, постоянно. Структура генератора так устроена, что его легко вращать. И вот об этом будет сегодня ролик. Что это по факту означает. Я присоединил провода. Вот провод. Провод идет на электродвигатель. В чистом виде, как видите, ничего нет. На электродвигатель 24 вольта 450 ватт. Но порядка 20 ампер. Двигатель скутера. Цепная передача на колесо. В колесе стоит тоже генератор. От колеса я вывел провода сюда сейчас на на вольтметр. Я покажу то, что этот генератор можно вращать рукой. Сейчас не идет речь о скорости, мощности. сейчас ролик о его характеристиках. Для начала я буду вращать его просто рукой. с рычагом. Я показываю что такое легко вращать. Как видите он не останавливается мгновенно. А теперь смотрим на колесо, вольтметр и я вращаю генератор. генератор вращается сам себя тащит дает питание на двигатель двигатель не на холостом ходу холостой ход когда у него нет ни цепи никакой нагрузки. А у него есть нагрузка колесо это еще через генератор. В предыдущем ролике я показывал аналогичное но двигатель вращал а здесь рукой это его основные первичные показатели лёгкость вращания я попробую сейчас сейчас получится поставлю амперы кто понимает основная сложность вращения любого генератора это амперы амперы если не слетит сейчас покажу смотрим 2 и 9 свободного вращения теперь поговорим немножечко о всех его возможностях с данная технология позволяет как я говорил в предыдущих роликах сделать электрический велосипед безаккумуляторного типа конечно там будет не такие генераторы вернее не такой генератор но скорее всего что-то вроде такого размера может чуть поменьше но его будет очень легко крутить педалями как на прогулке а уж от мощности двигателя и размера колеса скорость не ограничивается 50 60 110 км в час если не страшно будет кататься теперь немного про электротранспорт вот глядя на эту же схему любой электротранспорт прежде всего забирает на себя амперы нет не вольты именно амперы покрытие затрат рассматривается как время и дальность движения дальше все стоп надо остановиться и пополнить баки и вот тут встает вопрос а где он пополняет а вот отсюда пополняет электророзетка электростанция бензогенерал все что угодно и то о чем я и говорил пополню баки вот поехали дальше и в итоге получается это чистый убыток в разы и если рассматривать банальный электросамолет сейчас это очень модно не знаю модно не модно все кинулись электросамолеты делать то даже небольшой электросамолет ему в час как минимум 50-100 ампер надо а где их взять берут из аккумуляторов но аккумуляторы надо заряжать вот вот эта технология позволяет непосредственно при движении на автомобиле на электроскутере на электросамолете на электрокатере на электровелосипеде постоянно постоянно пополнять баки и в большинстве случаев как я здесь показал возможно даже напрямую это уже безаккумуляторный электровелосипед да он будет напрямую выдавать и 20 и 30 и 40 ампер вольтаж регулируется в зависимости от того какой двигатель стоит здесь уже сама конструкция меняется сразу выходная вот чтобы не было лишних довесов вроде трансформаторов которые тоже на себя забирают вот чтобы не было дальнейших потребителей он так что я еще хотел сказать я хотел еще сегодня показать прямое подключение чтобы рукой крутить генератор а подключить этот двигатель и из генератора вывести вольты амперы но я думаю колеса достаточно вот на этом пожалуй все ну ну что друзья вот такое вот видео я думаю что это весьма интересно это пока что не совсем готовый проект автор обещает что совсем скоро будет уже готовый полноценный генератор который киловатт или даже больше будет тянуть производить электроэнергии и тогда можно будет приехать и посмотреть это и как это дело работает на этом все друзья ставьте лайки подписывайтесь и пока пока